Ну вот интересно, мы это с вами обсудили, а вот есть такие же еще вещи, которые, ну если ты не понимаешь даже исторического контекста, то ты уже можешь заблуждаться. Например, вот когда девы несли светильники, вот это девы в нашем понимании, ну вот в русском языке, это ну как бы женщины в возрасте, мудрые, а вот в израильской же культуре, это же были совсем юные девочки, да? Нет, в нашей культуре девы это как раз девушки, молодые девушки, дева это как раз молодая, женщина как правило не замужняя, вот дева, а вовсе не женщина в возрасте. Откуда мудрости там им было иметь? Вы знаете, мудрости ведь не в том смысле, что это люди как-то образованные, начитанные и так далее, это значит, что есть у них как-то сообразительность. Вот и все, то есть там не надо обязательно прожить много лет для того, чтобы быть мудрым, может быть и ребенок быть мудрым, понимаете, просто у нас мудрость понимается совершенно по-другому. Но это как опыт? Да, чаще всего как опыт, но не обязательно, не обязательно. Люди, тем более, что люди в те времена, они как-то приобретали опыт гораздо раньше. Вот, они еще довольно молодые, там, 13-летние, 14-летние, 15-летние, уже вполне могли быть умными и не очень. Их мудрость ведь заключается в чем? Ну, это от знаний каких-то, а вот мудрость это что-то с опытом приходящее? Или это заблуждение все-таки? Чаще всего это опыт, но не обязательно, не обязательно. Это сообразительность. Смекалка какая-то. Смекалка, да. Вот, например, змеи названы мудрыми. И даже помните, что змеи был самым мудрым из всех зверей. Потом, опять же, в Евангелии сказано, будьте мудры, как змеи, да, и, коротки, как голуби. Мудрость змей в чем заключается? Не в опыте, не в чем-нибудь. Да, в общем, они совсем не мудры. Ну, да. Есть у них там интересный мозг. Только в мультфильме про Маугли. Есть у них мозг интересный или нет. А это значит, они осторожные, они могут спрятаться. Понимаете, собственно говоря, змея не бросается на человека или на животное. Только если ты ее потревожишь, так она стремится как раз спрятать. Обтекать как бы дальше. Да, да, да. Быть незаметной. Поэтому в этом заключается ее мудрость. Ну, например, если мы возьмем не библейскую мудрость, а более древнюю, ну, скажем, там Одиссей назван мудрым. Это хитрость. Хитрость, опыт тоже. В первом Каринском письме Павел пишет о себе. Я как мудрый строитель. Мудрость возблющается в опыте. То есть я как настоящий строитель, как опытный строитель. Он, имейте в виду, конечно, не о строительстве речи идет, о строительстве церкви. Организационном строительстве. Организация чего-то. Они просто были сообразители. Они подумали, а вдруг он придет не в 12 часов ночи, а в час ночи. Вот и все, задержатся. И поэтому они взяли с собой масло в запас для факела. А глупость их заключалась в том, что они решили, что жених придет тогда, когда им кажется. Они не подумали о том, что он может прийти позже, что он может по какой-то причине задержаться. И поэтому они не взяли масло больше. Они взяли ровно столько, сколько им казалось надо. Вот интересно. Здесь нас учит вот эта притча о каком-то запасе. Вот имейте запас. А с другой стороны, в Библии ты можешь найти, что не берите ничего с собой в дорогу. Нет, нет, нет. Здесь не про запас. Здесь про сообразительность. Здесь просто надо помнить, что жених, а жених, конечно, мы потом понимаем, что жених – это Иисус, что жених может прийти тогда, когда, извините, ему заблагорассудится. Понятно. Здесь не про запас. А ум этих девушек выключается в том, что они понимают, что жених может прийти в любое время. А глупые, они решают, что он придет тогда-то. Сколько глупостей у нас было, когда там тысячелетие будет второе явление Христа. Миллениум. Назначались безумное количество чисел, даты и так далее. Эти люди как-то решали, что второе пришествие будет тогда-то, тогда-то, тогда-то. То есть надо сохранять живой ум, что называется. Живой ум. И понимать, что Христос придет тогда, когда Бог его пошлет. А не тогда, когда нам кажется. Когда мы договоримся, что придет здесь на земле. И будем ждать. Поэтому это совсем разные вещи. Когда вы говорите, что у нас есть слова о том, что не берите с собой. Две одежды. Там другое дело. Там Иисус посылает их, условно говоря, на такой практикум отдельно. Отдельно велит им идти и возвещать весть. И велит им не брать ничего с собой. Во-первых, они должны идти немедленно, знаете, а они должны идти быстро. А для этого, естественно, они не должны с собой тащить. Тащить лишнего. Тащить огромные вещи. Во-вторых, они должны быть... Отец Александр Меньш всегда смеялся, когда вспоминал это место. Тогда в советские времена было такое понятие хозерасчет. Вот он говорит, и церковь живет, вообще должны жить на хозерасчете. И вот эти люди, они должны рассчитывать на то, что они придут в какое-то селение или какой-то городок и будут проповедовать так, что сумеют достучаться до сердец людей. И их обеспечиваться. Да, и им дадут. Не надо там каких-то там роскоши и так далее. Люди вообще-то были бедными. Но им дадут, предоставят там на пару дней кровь. Им предоставят ту самую скромную пищу, которую они сами питаются. Вот поэтому не надо. А вот там разница единственная, что, скажем, у Марка, значит, нужно брать сандалии и посох. А у Матфея даже, значит, отказываются в сандалиях и посох. Вот это, конечно, плохо, потому что... Конечно, люди ходили в сандалиях. В сандалиях потому, что жаркий климат. И люди постоянно нужно было, иначе могли обжечь себе просто ноги. Почва очень часто каменистая, значит, вы можете изранить ноги. Поэтому всякие иконографии, когда Иисус и апостолы изображают басы ими, это просто для красоты, что называется, на самом деле они, конечно, ходили в сандалиях. И поэтому сандалии – это не роскошь, а сандалии – это то, что необходимо. Тем более, что сандалии, в общем-то, это было просто... Привязывали к ногам верёвочкой. К кожу. А? Да, кусочек кожи привязывали верёвочками к ноге и всё. А посох зачем там? А посох... Люди привыкли. Вообще, вы знаете, посох помогает ходить. Посох помогает ходить. Скандинавская ходьба, как сейчас можно говорить. Ну, на самом деле, всегда в древности ходили с посохами. Это действительно помогает. Ну, скандинавская ходьба – два. Да, да, да. А там, значит, один. Современно. Вот. Потом посохом можно отогнать семью, какое-нибудь животное, которое набрасывается, просто отогнать посохом. Поэтому посох – это была вещь, какая-то уже необходимая. А это вовсе не роскошь. ПОДПИСЫВАЮЩИЕ СОЛЬНЫЙ 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 П